Добрый вечер! У меня несколько неожиданностей здесь. Во-первых, вместо рояля и пианина я увидел электроинструмент и сразу смутился, потому что я вообще-то запрещаю даже своим студентам до третьего курса играть на этих инструментах. Но что делать? Вот оно то, что имеем, то имеем. Я его не попробовал, так сказать, постараюсь, чтобы не огорчать вас все-таки. И второе, я с удовольствием, помимо того, что я исполню какие-то мелодии, может быть, те, которые вы знаете по кинематографу, и у вас будут какие-то вопросы, или вам будут интересны какие-то смешные случаи, а их было масса, и я не могу так рассказать, с кем, о ком вы больше хотите узнать. Я, там, Гурченко, Миронов, я не знаю, Боярский и так далее, со всеми моими друзьями, с которыми я пришелся работать в этой жизни. Поэтому вы меня строго сейчас не судите. Я, вот, вы увидели первый раз, и я вижу первый раз. Как это получится? Немножко, немножко, два слова хочу сказать, что я думал, как построить вечер, и решил, что я ограничусь только музыкой кино, потому что это наиболее, так сказать, популярный вид искусства, и из кино, конечно, выходит очень много музыки, которую узнают, она там узнаваемая и так далее. Сразу предупреждаю вас, что в отличие от многих композиторов, я не пою, а когда пытаюсь петь, то это напоминает вой волка в зимнее время. Поэтому я с удовольствием сыграю все это, просто, в общем-то, я лауреат, я в международных конкурсах был еще как пианист. Вот, но одну песню все-таки постараюсь допеть. Вы меня тоже строго не судите, потому что это будет не совсем, так сказать, обдобоваримое исполнение, но авторское зато. Поэтому я вот сужу, так сейчас наш вечер, который еще предстоит, так Семен придет еще, но с вас окончательно развеселит, я надеюсь. Вот. Надеемся. Да, и расскажу, значит, как прийти, трудно было в кинематограф, что такое кинематограф и как там работает. Началось с того, что, оканчивая консерваторию, я хотел славы, безумной совершенно сразу же, тут немедленно, и огромное количество денег. В первые три года после окончания консерватории эти мои, значит, благие намерения разбились, а огромное количество частных уроков, которые я давал в разных концах Петербурга. Слава Богу, таких пробок тогда не было. Вот. А слава совсем как-то так уныло, так сказать, не приходила ко мне. И я уже думал, что я не ту профессию выбрал, так сказать. Но потом случай подвернулся, и мне сказали, что приезжайте на студию, там запускается фильм «Провода белых ночей». И «Провода белых ночей», ваш возраст, Ленинград, разведенные мосты, лирическая история, молодой актер Каморный в главной роли, красавец твоего и популярный очень актер, и я, взяв у своего приятеля, на троих у нас был один такой бархатный французский пиджак, одел французский пиджак, бархат был тогда в моде, и, значит, в 3 часа приехал на киностудию. Единственная рубашка у меня была, роскошный по тем временам галстук и бархатный пиджак. Начали, появился ровно в 3 часа в павильоне. Ко мне подбежала помрежь и сказала, ну вот только этого не хватает, кто вас одевал? Я говорю, я вообще-то сам одеваюсь. Она сказала, нет, так не пойдет, и оторвала мне лацкану этого пиджака. Значит, я, мне буквально слезы навернулись на глаза, потому что, сами понимаете, во-первых, не мой, во-вторых, я так сам себе понравился, что такой Моцарт пришел, значит, и оторвали мне этот лацкан, значит, подбежал второй помреж и сказала, вы вообще куда пришли? Я говорю, я гордо сказал, на киностудии. Он сказал, ну на киностудии, так вот, извольте, нормально выглядите, и обмазал меня чем-то черным здесь. Тут я уж совсем ничего не понял, в чем дело. Выглядел я такой полунегр, ну, бомж чистой воды уже, потому что висит бархатный, значит, самый лацкан, подкладка видна, все. Ну, через полчаса подошел застенчиво к кинорежиссер, который боялся ко мне подойти, и выяснилось, что меня приняли за актером массовки, который играл уголовника. И, таким образом, ну, значит, единственное, чем я утешал себя, что если так плохо начался, значит, мой дебют в кино, то остальное, очевидно, будет лучше. Значит, после этого я написал много песен и лирической музыки в фильм «Проводы белых ночей». Фильм был удачный. Мы получили все призы, какие только можно. Текст песен писал Роберт Рождественский, он был тогда в самом таком сроку. И записав всю музыку, мы отправились в Репино, в дом композиторов, с чувством выполненного долга отдыхать. И когда я приехал туда, то в пять утра приехал режиссер Юлиан Панич и сказал, вы знаете что, ребята, вы зря выпили так многое, вот судя по бутылкам, значит, которые здесь. Одевайтесь, одевайтесь, ну, мне нужна еще одна песня. Я говорю, как, в пять утра какая песня? Юлик, ты с ума сошел? Нужна песня, юрничает, там такая ситуация, он юрничает над своей любовью. Ну, в общем, лирическая песня, но она как бы и бардовская должна быть, подбардовскую. Я так шутя сказал, ну, что тебе нужна такая песня, как от Элла Мавруницианский? Он, значит, сказал, да, но мне нужна вот такая песня, но она вот, хорошо, что ты сказал Шекспире, вот пусть эта песня будет о Ромео и Джилете. В коме, мы буквально в коме написали эту Ромео и Джилету, и в семь утра с гитарой Каморной напел это в фильме. Я забыл про этот эпизод, днем проснулся, думал, что мне все это приснилось. Но потом выяснилось, что, значит, действительно песня написана, потому что текст лежал передо мной на пюпитере. Когда фильм вышел, все наши песни с Робертом прошли абсолютно незаметно. А песня о Ромео и Джилете стала абсолютно популярной. Самое удивительное было, что когда, это был 1970-й год, когда вышел сборник песен к столетию Ленина, то песня о Ромео и Джилете была перед нежностью пахмутовой, значит, отмечена, как, сейчас бы сказали, достояние республики. Я сел в электричку и ехал, думаю, где популярность, какая же популярность этой песни. И сзади меня запели «Ах, как они любили», «Ах, как они любили», там есть такой рефрен. Я говорю, вы здесь не ту гармонию взяли. Тогда мне сказали, слушай, ты-то не мешивайся, это наш студент с четвертого курса сочинил, значит, эту самую мелодию. Таким образом, вот видите, как бывает. И дальше понеслось. Я писал приблизительно 8-10 фильмов в год. Из всех, которые, вот здесь уже Лена перечислила, вы, наверное, знаете, «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Искренне ваш», «Зависть богов», «Время танцоров», «Все гардемарины», «Все небесные ласточки» и так далее, не буду перечитать. Но всегда из всех работ ты становишься на заклане, как ягненок одной какой-то работы, где наиболее популярна музыка становится. И такой фильм для меня стал «Гардемарины вперед». Субтитры сделал DimaTorzok